Внимание, дети! Лето – самая опасная пора на железной дороге. Напоминать правила безопасности – суровая необходимость. Каждый год происходят несчастные случаи, где страдают и даже погибают подростки. Часто из-за собственной невнимательности и неосторожности. Например, желание сделать селфи в экстремальных условиях. Уже было два смертельных случая и еще несколько человек пострадали. Об этом надо говорить, не надо замалчивать. Почему говорить? Может быть это жестоко, да, вот дети получили травму. Нет, надо говорить, чтобы слышали и дети, и родители, и опекуны, что железная дорога – зона повышенной опасности. Сотрудники железной дороги регулярно посещают школы и приглашают детей на занятия на вокзал. Лекции в виде мультфильмов и викторины на знания правил безопасности проводят совместно с сотрудниками транспортной полиции и отдела опеки. Для них такие мероприятия очень интересны. Они носят, во-первых, помимо того, что познавательный характер, да, плюс в целях профилактики травматизма, такие мероприятия очень полезны. Вместе с детьми на занятия приезжают и ученики постарше. Фалина Плотникова переживает за своего правнука Никиту. Мальчик входит в подростковый возраст, все чаще гуляет один. Я с правнуком. Он, чтобы по облаку глядел, ну и я тут. А как же, беспокоюсь, он самый у меня дорогой. Урок проходит в специальном вагоне охраны труда. Его возят по станциям, проводят занятия по всей железной дороге. Получается, мобильная школа. Информация по безопасности в виде картинок, чтобы детям было понятнее. И как вы обратили внимание, здесь есть рисунки. Мы просили ребятишек отразить свое мнение, как себя нужно вести, когда они находятся на объектах железной дороги. Благодаря постоянной профилактике травматизм на железной дороге по сравнению с прошлым годом удалось снизить более чем на 10%. Чтобы свести количество несчастных случаев к минимуму, на участке Куйбышевской железной дороги дополнительно оборудуют три перехода. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.